Я снова и снова повторю сегодня, и, может быть, не раз это вы сегодня услышите. Я верю и знаю, что каждый человек, который присутствует здесь и сейчас слушает меня, может стать долларом миллионером. И это не какого-либо рода манипуляции, это не попытка что-то вам там продать. Это моя четкая уверенность, которая базируется на моих собственных знаниях и опыте, на знаниях и опыте моих клиентов, с которыми я вместе прошел на протяжении 15 лет, и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. То есть они планомерно идут к своему результату. Даже если у вас есть 100 000 долларов, вы уже можете им стать. Специфика российской ментальности в том, что мы себя очень сильно переоцениваем на коротком промежутке времени и предельно недооцениваем себя на длительном промежутке времени. Это самая большая боль, с которой мне приходится сталкиваться. То есть как только вы вот это начинаете осознавать, как только вы переориентируетесь, не надо 100% через год, с вероятностью 50% потери этих денег практически всех. Пусть вы будете работать в плоскости, что с вероятностью 95% вы сделаете свои 20-25%, стабильные всегда. Даже сам Уоррен Баффет, если посмотреть, каким образом росли акции фонда Berkshire Cadway, можно видеть, что инвестор, который инвестировал в фонд Уоррена Баффета, он получил свой миллион долларов только на пятнадцатый год. Только на пятнадцатый год. Итак, давайте, друзья, перейдем к основным концепциям, на котором базируется система. Они очень простые, они очень понятные. Я постараюсь приводить метафоры, чтобы они были хорошо запоминаемы, чтобы вы, в принципе, с этой системой дальше шли по жизни. Итак, первое, так называемых семь лайфхаков, семь концепций, на которые базируется система. Первое – понятие активов. Если вы будете, в принципе, понимать, что вам предлагается в качестве инвестирования, то есть в какой класс активов вы собираетесь вкладывать, избегайте одного класса, одних классов активов и всегда любите другие классы активов. Давайте про это поговорим более подробно. Первый класс активов Воррен Баффет наступает с инструментами денежного рынка. Что такое инструменты денежного рынка? Это, как правило, инструменты, в которых есть уже заранее определенная доходность. То есть какой доход вы получите, вы знаете заранее. Как правило, это срочные сделки, то есть это банковские депозиты, облигации, векселя. Есть некое обязательство от надежного заемщика, в котором прописано, какой процент вы получите, через какой срок и как регулярно вы этот доход будете получать. То есть вот все, что с этим связано, при этом доходность инструментов денежного рынка, как правило, всегда ниже инфляции, долгосрочно ниже инфляции. Если вы посмотрите на доходность банковских депозитов в России, они всегда ниже инфляции. Если вы посмотрите на доходность облигаций, они всегда ниже инфляции. Если вы посмотрите на доходность векселей, они всегда ниже инфляции. Поэтому, как определить, да, они надежные, вы всегда будете про себя думать, это надежно, я кладу в банк, это надежно. Второе, у них доходность будет реально отрицательная к инфляции, у них нет прибавочной стоимости. Что это значит, нет прибавочной стоимости? Они вам не создают дополнительные ценности. Что это значит, не создают прибавочной стоимости? Если вы миллион рублей разместите на депозите под 7%, то вы знаете, что вы получите 70 тысяч рублей. Но ваш миллион никогда не станет ни миллионом 100, ни миллионом 200, ни миллионом 300. Это может немного присутствовать в облигациях. Но, соответственно, прибавочной стоимости, ценности потребительской, такие активы не создают. Но они надежны, они дают гарантированный доход. При этом они обязаны находиться в инвестиционном портфеле. Эти активы имеют право на существование. В том случае, если вы копите на краткосрочную покупку сроком до трех лет, потому что разрушительное действие инфляции на промежутке 2-3 года, оно не такое опасно, как на промежутке 10-20 лет. Поэтому, если вы инвестируете на длительный промежуток времени, то инструменты денежного рынка не для вас. Они потому что реально проигрывают инфляции. И поэтому получается, что разрушительное действие инфляции приведет к тому, что капитал, покупательская способность денег уменьшится. Но при этом они необходимы для стабилизации инвестиционного портфеля. Они необходимы для того, чтобы накопить на какую-то крупную покупку, которую вы собираетесь совершить в короткий промежуток времени, и они необходимы для обеспечения подушки финансовой безопасности. Второй класс активов, которые говорит Уоррен Баффетт – это луковицы тюльпанов. Как распознать луковицы тюльпанов? А активы луковицы тюльпанов тоже не создают прибавочной стоимости. Прибыль в активах, которые именуются луковицы тюльпанов, формируется исключительно за счет того, что они сами растут в цене. Вы купили биткоин по 100 долларов, продали по 500 долларов. Как у вас сформировалась в этом случае прибыль? Если прибыль ваша формируется исключительно за счет роста цены самого актива, вы купили недвижимость, купили на котловане, продали, когда она построена. Создала она какую-то промежуточную стоимость потребительскую? Не создала. Какие-то купоны вы получили с этого? Не получили. Поэтому получается, что как охарактеризовать луковицы тюльпанов, как распознать? Всегда задайте вопрос, а как я получу прибыль? Вы купили доллар по 70 рублей, продали сегодня по 79. Как вам монетизировать доход? Как вы получите? Вы продадите какую-то часть долларов, но уже по 79. На вот эту разницу плюсы, которые вы получили. Поэтому доллар, в принципе, тоже является луковицей тюльпанов, то есть он не создает долгосрочной прибавочной стоимости. Растут, как правило, очень активно на дисбалансе спроса и предложения, потому что много желающих купить и мало желающих продать. И на рынке присутствует много дилетантов. Поэтому, ребята, хорошо подумайте в следующий раз, когда вам предлагают очередной способ инвестирования, задайтесь вопросом. Если ответ на вопрос, что ваш доход формируется за счет того, что вы продадите это по более дорогой цене, вы можете покупать луковицу тюльпанов. И это очень опасно. С вероятностью 99% вы потеряете деньги, если будете в эти классы активов инвестировать. И третий класс активов по Уоррену Бафтов – это так называемые коммерческие коровы, которые имеют следующие характеристики. То есть они как раз-таки создают прибавочную стоимость. Приносят регулярный доход молоку в форме дивидендов, обладают инфляционной составляющей. В долгосрочном плане будут расти минимум на уровне инфляции. Опять же, метафоричный пример. Если вы в 93-м году, когда была шоковая терапия, в 92-м году купили корову, а в 93-м году началась инфляция, продолжалась в 95-96-й год, то цена коровы на уровень инфляции росла. Это инфляционная составляющая. Помимо всего прочего, корова регулярно давала молоко, которое вы могли съесть сами, сделать молочные продукты, накормить свою семью. Если у вас был излишек, то в принципе могли продать непосредственно на рынке и получить за это живые деньги и обменять их на что-то. То есть это как раз-таки прибавочная стоимость, которая создает. Долгосрочную прибыль создают коммерческие коровы за счет своего молока. И вы должны это понимать. И поэтому, когда человек говорит, что я хочу купить, ну сделать там 100% за год X1, X2, у меня возникает вопрос, дружище, а ты на чем собираешься это сделать? То есть фактически ты хочешь купить коммерческую корову, которая, извини меня, должна столько молока дать, чтобы она у тебя за один год просто стоимостью молока, а купила свою цену. Ты сам-то в это веришь, что вообще философия такая возможна? Ты можешь купить луковицу тюльпана, но мы все знаем, как они падают. И это уже спекуляция, это никак не инвестиция. Но при этом, по мере того, как у тебя расширяется стадо коров, помимо того, как ты молоко трансформируешь там в новых телят, в новых коров, в определенный момент ты понимаешь, что у тебя громадное стадо, которое тебе просто приносит кучу молока. И у тебя собственный колхоз. Я уж вообще, ребята, извините, говорю на совсем примитивном примере, но я думаю, что это очень доходчиво и очень понятно. И поэтому моя философия заключается в том, что сейчас я своим детям покупаю таких коммерческих коров, что я перестал играть в орлянку, да, и я перестал искать способы, такие как луковицы тюльпанов, объекты для инвестиций, а я полностью целиком переориентировался на логику и философию Ворона Бафф. И поэтому это вот первый лайфхак, который заключается в том, что есть три типа активов. Инструменты денежного рынка, луковицы тюльпанов, коммерческие коровы. Покупайте коммерческие коровы и будет вам счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok